Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклухов Макфлай. Я в Ельце ищу себе квартиру и вот за моей спиной такой вот забавный домик. Здесь продают сразу две квартиры. Одна квартира стоит миллион, вторая 600 тысяч рублей. Миллион, я так понимаю, это вот с той стороны два окна, а 600 тысяч рублей это вот с этой стороны два окна. Что интересного, здесь отдельный вход, то есть вот это вход на квартиру на втором этаже, там своя лестница, вроде как. Я так понимаю, что и с той стороны скорее всего то же самое. В общем смотрим две квартиры, это будут два разных видео, поэтому сейчас видео номер один, смотря какая хозяйка приедет первой, то и будем смотреть. Погнали! Вот такой вот дом, друзья, то есть соответственно в какие-то квартиры здесь вход сзади, а в какие-то квартиры вот отдельные входы с улицы. Жена решила сфотографироваться, пока ждем хозяйку и пойдем смотреть. Здрасте! Я так понимаю, когда-то это было красиво, видите, какие-то пилястры, лепнинка у дома наличествует. Но сейчас, конечно, состояние ужасное. Получается, первый этаж здесь вот кирпич, а сбоку, смотрите, природный камень. Из чего сделан второй этаж? Ну, скорее всего, дерево. Я думаю, что дерево дранка, хотя, может, тоже кирпич. Сейчас посмотрим. Так. Ох. Ага. А тут получается одна квартира, вот этот вход? Тут отдельный вход, отдельный выход во двор, то есть там у них общий. А можно куда идти? Наверх? Так. Так, свой вход, получается, и своя лестница. Вот эту прям на случай бомбежки закрывать можно. Кухня здесь или что это? А, тут АГВ. Да, да, да. Тут вот АГВ плита, то есть типа котельная отдельно стоит. Это окно какое-то было. Забавно. А воды нет, да? АГВ есть, да? Ну, АГВ вот, да. Здрасте. Отопление есть. А вода нет, да? А по улице есть? А, кроме вас. Так. И здесь, получается, две комнаты. Потолки высокие, с какой-то лепнинкой прям. Красиво, да. Как в больном зале. Как в больном зале, да? Забавно. А соседи кто? Ну, тут, получается, это продают, там нет никого, а там они... Соседи, семья, дети не живут, я знаю. Ага. Там еще в том подъезде бабушка стоит. А там сзади у них входы, да? Это вообще никакого отношения к квартире? Все свое. То есть... А есть, получается, одет, собственно? Да, собственно. А, собственно. А, прялка. Рыбачка, баба моя. Она вот не жила, туда очень много лет никто не живет. Ага. Она умерла, вот у нас есть, у меня осталось. И стоит, короче, с сундуками, с суперкомодом каким-то старинным. А там внизу, там, типа, проход во двор. Да. Там во двор, там сарай, туалет, там участок какой-то земли есть, в принципе, можно любое брать. А то есть, а у вас там в объявлении, то есть, можно сюда куда-нибудь поставить ванну с туалетом, да, наверное? Да, в принципе. А, это вот тоже все ваше? Да. Чума вообще. То есть, есть и вход и оттуда, и отсюда. Да. Ага, для ванны с туалетом места прям полно. Да, это тоже все к квартире относится. Это тоже все квартира. Малыш, это тут на первом этаже можно комнаты делать. Ага. А, ну тут у них вот все свое, короче, все свои входы. Ага. Сюда можно не выходить-то никогда, видимо. Я думаю, что зачем? Можно, да, вот вторая дверь. Тут смотри сколько. Это тоже все, типа, к квартире относится. Ну тут, типа, ванну с туалета можно спокойно делать. Сюда затянуть легко можно. А канализация здесь по улице, а центральная или яма у них? Блин, даже не знаю. Я могу знать, понятно. Мне кажется, тут, типа, яма. Такая вот история, друзья. Сама квартира маленькая, а прям место вот дополнительно, какая-то гора. Так как странно. Так уж там же отпускается в такую комнату, и там только один туалет. Ну да. Не, ну сделай наверху хорошо. Ну вот так вот. Друзья, вот такой вот вариант. Вот два окна. Здесь вот кухня. И куча мест, и во дворе, и на лестнице. И все это добро стоит 600 тысяч рублей. За 600, мне кажется, забавно. Надо прям подумать. Особенно, если можно сюда воду. Ну, вода, типа, у всех соседей есть. То есть воду можно затянуть. А вот канализация, я не знаю, что с ней. Потому что, мне кажется, тут по улице нет центральной канализации. Тут, скорее всего, у них яма. Скорее всего, яма. Но у вот этой квартиры есть канализация. Сейчас можно будет попробовать узнать, как у них сделано.